Система электронных закупок быстро и резко ворвалась в работу компаний стран СНГ. Какую роль и какие новые возможности открывает данная система? Мы общаемся сегодня с Николаем Жандоровым из компании закупки Пром.Юэй. Скажите, пожалуйста, какое примерное процентное соотношение компаний, которые уже пользуются данной системой? Если говорить о коммерческих компаниях, то процентное соотношение вывести сложно. Наверное, из всего бизнеса, которому это потенциально может быть интересно, я думаю, что процентов 10-15 сейчас уже пользуются электронными закупками. В чем находят эти компании преимущества данной системы? Достаточно очевидно. Это, в первую очередь, упрощение. Мы очень много человеческого фактора убираем. Это, во вторую очередь, прозрачность, то есть снижение коррупции, каких-то взаимосвязей. В третью, ну, в третье, залаз в ботт-нодзеллист – это повышение конкуренции. И, соответственно, снижение цены, получение более качественной продукции. А как компания может попасть на эти торги? Зарегистрироваться на нашей площадке, на какой-то другой площадке. У нас закупки Пром.Юэй площадка, с ней свяжется менеджер, и дальше все по процессу. Достаточно просто и достаточно эффективно. А должна ли быть какая-то определенная материальная база для компаний, которые хотят поучаствовать в электронных торгах? Для поставщиков, те, которые хотят поучаствовать в торгах государства, ну, они должны в первую очередь соответствовать тому запросу, который выставляет закупщик. Если мы говорим про коммерческие компании, то история абсолютно аналогичная. Если мы говорим о плату за пользование системой, то она во многом символичная и отбивается буквально с первых торгов. Давайте поговорим о стартапах. Если компания только начала свою деятельность, может ли она без особой репутации начать электронные торги на электронных площадках? Да, вполне. И это как раз очень хороший способ быстро получить хорошую репутацию. Какие должны быть основные кадры, которые должны способствовать работе компании в данных закупках? Основные факторы. На самом-то деле нужно быть честным, нужно адекватно оценивать свои возможности. Можешь ли ты сделать то, что у тебя просят, ну и все. Вот это, наверное, самый основной фактор – это честность и открытость компании. Каким компаниям может быть выгодно работать не только с коммерческими, а также с госзакупками? Любому поставщику. Тот, кто что-то производит, тот, кто что-то импортирует, тот, кто что-то продает. На самом-то деле на сегодняшний день разница, благодаря электронной системе, разница между государственными закупками и частными закупками настирается. И там, и там это происходит прозрачно и эффективно. То есть особых отраслей, по которым отбираются компании для госзакупок, нет? Нет, на сегодняшний день нет. Это открытая прозрачная конкурентная система. Может ли участие в электронных закупках гарантировать компаниям дальнейшее сотрудничество? Гарантировать, наверное, никто ничего не может. То есть будет следующий тендер, будет следующий запрос и нужно будет опять давать наилучшее предложение. Расскажите, пожалуйста, еще об этапах участия в электронных закупках. Ну, то есть изначально выдается запрос на покупку чего-либо или на производство чего-либо. Дальше идет процесс сбора предложений, в котором компании подают свои предложения, во-первых, подают свою цену, во-вторых, описывают, почему именно их нужно выбрать. То есть это, на самом деле, стандартный этап коммерческих предложений. В дальнейшем и в будущем идет процесс аукциона, то есть в котором компании снижают свою цену и дают минимальную цену. После этого их квалифицируют, проверяют, могут ли они действительно фактически выполнить то, что они пообещали. Ну, подписание договора и все. И как вы можете увидеть эту систему через, например, 5 лет? Есть ли какие-то прогнозы на будущее? Я такой себе футуролог, откровенно говоря, но мне кажется, что система будет все больше-больше-больше наполняться. То есть у нас уйдут, в принципе, бумажные торги в стране и в государственном секторе, и в частном бизнесе, с одной стороны. С другой стороны, ну, наверняка будет лучше сервис, наверняка будет больше удобства. Сказать какие-то конкретные вещи я боюсь, что сейчас еще невозможно. Какие новые возможности открывает для нас система электронных закупок? Мы общались сегодня с Николаем Жандоровым из компании «Закупки пром.юэй». С вами была Дарья Владыченко, специальная для Dukascopy TV. Киев, Украина. Дарья Владимировна, субтитры, 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 субт